Но сейчас к другим темам. Из-за сильных дождей в Кабардино-Балкарии уже дважды пришлось перекрывать трассу в Приэльбрусси. Сначала река Баксан вышла из берегов и подтопила участок дороги, а затем сошел мощный сель. От внешнего мира отрезаны несколько населенных пунктов. Сейчас на прямой связи с нами глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. Юрий Александрович, здравствуйте. Слышите ли вы нас? Добрый день, да, я слышу вас. Как сейчас складывается ситуация? Удалось ли уже расчистить дорогу, открыть движение? Ну, прежде всего, ситуация контролируется. У нас комиссия работает на 24 часа в сутки, республиканская. Значит, дорогу расчистили буквально час назад полностью от селевой массы. Вы знаете, что там на протяжении 200 метров, высотой более метра была эта масса. Из-за обильных дождей, шквальный ветер, дожди и, в общем-то, таяние ледников. Вот это все нам дает вот такие... И 5 июля, вы знаете, у нас была такая же ситуация, когда подмыло там и смыло 12 участков федеральной трассы, дорога Азаму прохладный. Это на Апрель-Бруксе. Вот. Ну, восстановлено электричество. Там у нас несколько столбов было, значит, упали в воду. Все это оперативно отработали. И сегодня и свет, и вода, и газ во всех населенных пунктах республики восстановлен. Ну, единственное, вот, хотел сказать, что мы, видимо, к вечеру завершим. Это имеется в виду 5 июля. А вот по сегодняшней ситуации нам еще предстоит до вечера в ряде населенных пунктов мы восстановим электричество. И более 20 домовладений частных, которые в связи с сильным ветром, в общем-то, пострадали крышей домов. Так что, в целом, ситуация контролируется, нормальная. Единственное, нас немножко беспокоит, что очень поднялась температура в горах. И есть опасения у нас сегодня-завтра прогнозируют очень серьезные дожди с градом. Поэтому мы готовимся комплексно для того, чтобы упреждающий отмер, укрепляем берега, значит, мосты. Думаю, все будет нормально. Туристы у нас, те, кто нужен был, в том числе и там около 30 иностранцев. В принципе, мы их отправили по месту дислокации, кто куда хотел уехал, организовали выезд. А так, в основном, около 3,5 тысяч туристов у нас находятся в Пельбруссии, отдыхают и уезжать не собираются. Какая-то помощь в ликвидации последствий удара стихии сейчас нужна местным региональным властям? Вы знаете, на региональным властям мы в постоянном взаимодействии. Я должен сказать и поблагодарить, кстати, вот буквально позавчера у Дмитрия Анатольевича была комиссия, которую он возглавляет по Северному Кавказу. Там и Министерство Северного Кавказа, и полномочный представитель на контроле держит. Так что у нас это отработано, и мы вместе взаимодействуем, решаем эти вопросы. Ну, вы, наверное, сейчас особо... Самое главное, что никто не пострадал, люди все живы, здоровы, и вот это самое главное. А остальное мы оперативно все это... К сожалению, уже опыт на работам такой, поэтому мы, я думаю, справимся. Какие прогнозы синоптиков? Что говорят, готовятся ли к новому удару стихии? К сожалению, они нас не обнадеживают. Действительно, вопрос очень актуальный для нас. И с учетом этих обстоятельств, что, во-первых, температура, это самый пик у нас, вот летний сезон. Но вы знаете, что сегодня не только мы страдаем, там, и по всей стране нашей. Вообще, глобальное вот это потепление, оно, конечно, до всех доходит. И, ну, ледник рядом, и у нас вот эти сложности, конечно, имеются. И мы должны комплексно здесь подходить. Я надеюсь, и на федеральном уровне вот те решения, которые подтвердил и председатель правительства, внесли мы предложения, они позволят упреждающие меры предпринимать у берега укрепительной работы и многое-многое другое. И мне кажется, это как пилотный такой проект. Мы предложили заинтересованными министерствами, федеральными, местными, проработали комплекс мер и подготовили подпрограмму по ЧАЭС, по упреждению ЧАЭС. Поэтому, я надеюсь, может, даже и пилотным проектом станет. Потому что многие регионы в стране, сегодня вы видите, что происходит и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в других регионах. Поэтому это актуально. Я благодарю вас за ваш комментарий. Напомню, на прямой связи с нами был глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. Он подробно рассказал о ситуации в регионе. Продолжение следует...